Всем привет! Сегодня будет ночное включение и мне кажется даже не нужно много всего говорить, я просто покажу вам эти вещи и вы все поймете. Итак, да, я снова буду краситься. Ребят, если вы видите, что я на домашнем, то это точно не просто так. Я уверена, что это еще повторится и, зная меня, то я думаю, что скоро. Что же я придумала на этот раз и в какой цвет мне безумно хочется покраситься? Я не красилась в этот цвет, наверное, лет 6-7, мне кажется, может и больше. Последние пять лет я в основном была темной, либо же я красилась все-таки в пепельной. Так что это, можно сказать, будет для меня что-то новенькое и очень неожиданное для всех. Я прекрасно понимаю, что темный цвет мне идет намного лучше, чем просто свой русый, поэтому он мне нравится. Я уверена, что я вернусь еще в этот цвет. У меня этот оттенок был 4-13 Гора Роял. Я пользовалась этой краской, но сегодня я пошла, чтобы купить эту же краску и подкрасить корни, и ее уже не оказалось. Насколько я поняла, что у этой марки был ребрейдинг, полностью они изменили свою упаковку и это не реклама, но просто хочу сказать, что это моя любимая краска, я ее очень долго пользовалась. Сегодня же этого оттенка не оказалось и, возможно, он не появится никогда. Мы решили найти альтернативу и нашли оттенок 5-2-1, то есть тоже коричневый с пепельным оттенком, называется светло-коричневый пепельный сандре. То есть приближенно к тому, что у меня было, мне в принципе этот оттенок очень нравится, но пока что я отложу на всякий случай. Если у меня что-то пойдет не так, или я покрашусь и мне вдруг не понравится, что-то не очень будет, меня спасет эта краска. Просто чтобы вы понимали, что мне страшно, мне самой страшно, но мне хочется меняться, мне хочется попробовать что-то новенькое. Сейчас расскажу немножко про свои волосы, так как в темной все-таки я крашусь уже давно, примерно года 3 точно я крашусь одной краской, то есть это вот и горы роял, оттенок 4-13. По длине обычно я не красила этой краской, я делала только корни, то есть все, что у меня по длине, она уже подсмылась и даже консультант в магазине сказал, что у меня уже оттенок светлее и спокойно можно будет смывкой смыть даже за один раз, то есть если выходить в рыжий. Так вот, какая ситуация у меня сейчас на волосах, то есть здесь оттенок у меня на уровне четверочки, ниже уже гораздо светлее, то есть какой-то русый, русый примерно 6 тона, потому что раньше я уже осветляла концы и я больше их не подкрашивала. Здесь у меня сейчас идет как такой легкий балаяш. Сейчас красит, то есть может быть видно немного, что оттенок светлее. Выше какая у меня ситуация, здесь идет уже мой цвет, это светло-русый пепельный, он уже отрос где-то на сантиметр. То есть в любом случае сейчас что-то нужно делать, либо закрашивать в темный этой краской, либо все-таки осуществить свою мечту и попробовать что-то необычное для себя. Тоже вставлю обязательно фотографии, чтобы вы посмотрели, как мне шел тогда цвет рыжий, который у меня был. Он был такой светлый достаточно, все-таки более медного оттенка. Для начала я хочу попробовать медный, а дальше, если что, пойдем уже в более красные оттенки. Чтобы вы понимали, меня всегда может спасти, либо еще купим. То есть в любом случае мы что-нибудь с этим придумаем. Смывку я хотела взять, которую сейчас очень многие рекламируют и про нее рассказывают. То есть это Estelle Color Off. Но куда я пришла сегодня за краской, у них не было этой смывки. Я попросила у них какой-нибудь аналог, тоже очень хороший, который они могут посоветовать. А девушка, которая работает там, я ее уже знаю, она мне всегда помогает, что-то подсказывает, смотрит на мои волосы, оценивает полностью структуру, как, что получится у меня или нет. Что предложила мне взять она? Она дала мне капус. Сказала, что очень хорошая смывка. Здесь также, как и в Estelle, идет две бутылочки, которые как раз делают эту смывку. И они идут по 200 мл. То есть мне хватит, если что, и на три смывки. Прочитала я инструкцию, как это все смешивать, что делать. И здесь на один раз, то есть на одну смывку идет по 30 мл. То есть соотношение один к одному. То есть мне спокойно хватит еще на много-много раз. Плюс к этой смывке от капуса она дала мне еще окислитель с гиалуроновой кислотой. Также, блин, уже ночью, я, мне кажется, не соображаю просто, что я творю вообще, Марин, что ты делаешь? Также к смывке от капуса она дала мне капус-окислитель с гиалуроновой кислотой. 1,5%. То есть здесь это нужно для того, чтобы нанести после смывки, насколько я поняла. Да, то есть нужно будет выдержать примерно 4-6 минут после самой смывки. Итак, то есть, насколько я понимаю, насколько написано, смывка никак не воздействует на волосы в плане, не повреждает их. Свой цвет, он не вымывается. То есть если я нанесу сейчас на корни, у меня никак они не осветлятся, потому что смывка никак не осветляет. То есть она вымывает именно пигмент самой краски, краситель, который я наносила. Сейчас я все это замешаю по 30 мл и будем наносить. Ждать нужно будет 20 минут. Я все это подожду. Посмотрим, насколько у меня осветлятся волосы и дальше уже продолжим. Хотя, кстати, написано, что после смывки не рекомендуется в течение 36 часов наносить краску, которую я, кстати, хочу. И сейчас вам тоже покажу. Взяла я краску непрофессиональную, но Вэлла, она очень неплохая краска, я уже ей красилась. И самое главное, что мне понравилось, это именно оттенок. То есть я хочу вот что-то такое. Ну, хотя бы приближенный, я думаю, медный в любом случае должен получиться. А там уже как получится. Самое главное, что это краска также с маслами. Блин, я вот так сижу и думаю, что тебе не нравится. Ну, вот что. Когда ты успокоишься? Никогда, видимо. Блин, мы живем один раз. Конечно, я не рекомендую это делать дома. Лучше идти к хорошему колористу. И я сама ходила к колористу также, например, в пепельный выводиться. Но рыжий, рыжий это не так сложно. Плюс, учитывая то, что я уже сама крашусь и понимаю, что к чему. Сейчас я смешала уже все для смывки. То есть смешала вот эти две бутылочки из капуса. 30 мл, как и написано. Сейчас буду наносить и ждать 20 минут. Посмотрим, что у меня получится после первой смывки. И если что, будем делать повторно. Я, конечно, волнуюсь, но... Ой. Я, конечно, волнуюсь, но... Блин, темный я всегда смогу вернуться. Итак, я сейчас нанесла смывку полностью от корней по всей длине. И сзади, и спереди тут все сделала. Теперь ждем 20 минут и будем смотреть, как вообще смылось ли что-то и что в дальнейшем мы будем делать. Так что досмотрите это видео. Я думаю, это будет очень интересно. Сейчас я уже смыла первую смывку, которую я вот наносила. То есть сейчас результата особо не видно. Вот даже на свет я делаю. Ну, за счет того, что они еще мокрые, может быть, совсем чуть-чуть они только посветлели, но это не сильно заметно. То есть сейчас я буду повторять второй раз. Сейчас я нанесла смывку уже второй раз. Все так же промазала. Будем ждать опять 20 минут. По времени я ничего не увеличиваю. Также 20 минут буду ждать и буду смывать все. Полотенцем я первый раз стянула тоже. Когда 20 минут прошло, я еще полотенцем пряди все-таки стянула. Я не знаю, насколько это нужно именно с капусом делать, но с Estelle все так делают. И я думаю, что это такой тоже действующий метод. Поэтому я это включила в полотенце. И также промыла шампунем глубокой очистки. То есть я прям все делаю, в принципе, по инструкции и добавила вот еще полотенец. Второй раз посмотрим, что у меня изменится. Но пока все равно все так же темное. Возможно, я буду делать третью смывку. А вообще можно делать в день всего 4 смывки. Сейчас я уже смыла вторую смывку. То есть видно уже, что появляется такая рыжина, смывается цвет. Но все равно недостаточно. Буду еще раз носить весь состав, чтобы добиться еще лучшего результата. Но уже рыжий есть. То есть видно, что все не зря вроде как. Сейчас еще раз нанесем. Посмотрим, что нам это даст в итоге. Я уже смыла третью смывку. И буду делать дальше этап, который идет по инструкции. Это уже окислитель от капуса. Также его нужно будет нанести на всю длину. Обязательно только на длину. По времени нужно будет окислитель держать минуты 4-6. Там написано, я думаю, что я подержу 6 минут. Этот окислитель я сейчас также вылью в мисочку и буду распределять по волосам. То есть просто равномерно по всей длине. В принципе, там не написано, сколько миллилитров нужно точно вылить. Я буду делать это все на глаз, чтобы хватило полностью на всю длину. После того, как я помою голову, я буду наносить обязательно бальзам, чтобы немного восстановить свои волосы. После трех смывок и после того, как я три раза помыла голову уже шампунем глубокой очистки. Поэтому обязательно буду использовать бальзам. И дальше мы уже посмотрим, что нам дальше делать. Нанесла уже этот окислитель. Мне кажется, что результат уже виден. Я только что помыла голову. Сделала все это с бальзамчиком. Высушила феном и все. Качество волос никак не испортилось. И цвет. Цвет уже стал рыжий. То есть это без осветления, без покраски. Это только смывка. И уже такой цвет обалденный. Да, получилось пока не совсем ровно. То есть пятна еще, особенно в середине, они остались темные. Субтитры сделал DimaTorzok Эти пятна нужно будет, конечно же, высветлить, чем я и займусь. Буду это делать уже, скорее всего, завтра, днем либо вечером. Я это все осветлю. Особенно эти зоны сделаю на них акцент. И уже буду красить все это сверху. Я не люблю яркие оттенки рыжего. Но вот такой это вау. Если яркий, то только красный. Поэтому обязательно подписывайтесь. Следите за следующими видео. Скорее всего, я сделаю вторую часть уже по уходу за рыжим оттенком. Чтобы его можно было поддерживать. Не постоянно подкрашивать. Я уже нашла классные оттеночные бальзамы, которые будут поддерживать именно красивый рыжий оттенок. И думаю, что будем еще краситься дальше какой-нибудь красный цвет. Поэтому, если вам это интересно, если вы хотите это посмотреть, то я сделаю обязательно такие видео. Поэтому оставайтесь. Я буду записывать завтра видео. Так что мы продолжим. Я это все ставлю, смонтирую. И это сразу после осветления. То есть я еще не красила никакой краской. Не тонировала. Получилось как-то так. Конечно, если у вас ровная база, то даже лучше остановиться после трех смывок, если у вас получилось. Я все-таки хочу оставить рыжий цвет, поэтому я в любом случае доведу это дело до конца. Осветлялась я порошком лонда. И трехпроцентный оксид. То есть, возможно, его было достаточно мало. Лучше брать шестерку. Я буду тонироваться. Лучше брать шестерку. Лучше брать шестерку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok